Для того, чтобы стать участником этого турнира, вовсе не обязательно обладать безупречными вокальными данными. Вокальные данные, значит, в случае караоке, это такая спорная вещь. Мы, конечно, будем слушать, да, уж если совсем там будет, как говорится, медведь прошел по всем ушам, я думаю, что таких людей нет. На самом деле в караоке бывают абсолютно разные люди, это любительский конкурс. И требовать от людей, это не голос, это не конкурс «Голос», это не «Х-фактор», не какое-то другое большое шоу, это просто конкурс, где люди поют душой. Критерии победителя, я думаю, что мы будем слушать, у меня нет музыкального образования, потому что я буду слушать душой. На этот раз за звание чемпиона караоке в Голицыно боролись семь коллективов. Детский сад номер 20 представила команда ВИП, в которую вошли воспитатели и родители. От 36-го детского сада выступили подружки. В команду «Папа может» вошли местные спортсмены. В честь Голицынской школы номер один защитили красотки, школы номер два – Максика и девочки, а студентки Западно-Подмосковного института туризма объединились в команду «8 бит». В этом году, в отличие от прошлого, в турнире могли принять участие не только жители Голицына. Мы расширяем географию и в этом году предлагали принять участие соседним поселениям, городам и поселкам, которые находятся в Одинцовском районе. Вот открылись у нас наши соседи, горячо любимые, большие веземы. Одна из участниц этой команды, Ольга Фомиченкова, отпраздновала на сцене свой юбилей, благодаря чему конкурс прошел в особой праздничной и, можно даже сказать, семейной атмосфере. Спасибо огромное всем. У меня сейчас всплеск эмоций. Я очень рада, что сегодня в свой юбилей я нахожусь в теплой дружной компании. Я очень рада, я безумно счастлива, что меня окружают сегодня мои друзья. Дружба дружбой, а спорт есть спорт. Победителем станет только одна команда. Именно ей представится возможность выступить в международном турнире по караоке. Сегодняшний конкурс, он дает ступеньку его участникам принять участие уже в самом международном конкурсе Кубок Содружества по караоке. И вот по результатам сегодняшнего конкурса здесь находится директор национальных отборочных конкурсов по Московской области Евгений Шличус. И мы вот решим, кому будут выданы эти путевки. И будем ждать этих ребят на наших конкурсах. Это будет их следующий шаг. Шаг к славе, шаг к успеху. Просто шаг к хорошему настроению. Турнир состоял из нескольких этапов. И после того, как участники выполнили все испытания, члены жюри сделали свой выбор. Это было непросто, так как душевность была присуща всем конкурсантам без исключения. Но команде «Папа может». Зрители подпевали наиболее активно. Участники выразили искреннюю надежду на то, что караоке-турнир будет проходить каждый год. Ведь ничто так не объединяет людей, как совместное пение. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.